В Нефтьюганске насчитывается около 4 тысяч человек больных с сахарным диабетом. Среди них более 2,5 тысяч пенсионеров, 25 детей и подростков. Заболевание хроническое, но всё же качество жизни больных можно улучшить. С этой целью проводятся обучающие семинары. Этот уже пятый. Вопросы, которые мы будем сегодня рассматривать, это инсулинотерапия, это льготное лекарственное обеспечение, то есть какие препараты входят в льготу, объём этой льготы. Поэтому актуальная проблема, конечно, с сахарным диабетом во всём мире, в нашем городе в частности. По мнению представителей здравоохранения, такие встречи нужны, чтобы помочь в решении многих важных вопросов. Общественники тоже приветствуют обсуждение в неформальной обстановке. У нас очень большие были проблемы с обеспечением, особенно больных диабетом второго типа лекарственными препаратами по РЛО, по региональной льготе. Сейчас, уже третий год, у нас этих проблем нет. Врачи решили, спасибо им. Объёмы поставок, они практически 100%. То есть все препараты сахароснижающие, такие как таблетированные формы и инсулины, они все имеются в достаточном объёме. Питание, физические нагрузки, приём и дозировку препаратов, технику постановки инсулина, приёмы к специалистам, лечение сопутствующих заболеваний – эти и другие темы волновали участников семинара. Эндокринологи могут объяснить нюансы, какие-то те моменты, которые людям не всегда понятны. К сожалению, заболеваемость с сахарным диабетом растёт. Это связано в том числе и с хорошей диагностикой. А чтобы уберечь своё здоровье, специалисты советуют вести активный образ жизни, поддерживать нормальную массу тела, отказаться от вредных привычек.